вечер добрый вечер добрый сегодня я хотела бы поговорить с вами про супружеские измены и про отношения тары к этому факту хочу сразу сказать что урок будет непростой да то есть в этот раз у нас будет намного меньше секурим рассказов а будем мы говорить с вами о еврейских законах и начнем мы наверное с измены женщины да то есть понятно что супружеские измены это соответственно в две стороны поговорим сегодня с вами и про измену женщины и произведу мужчины в далекие времена первого храма женщине за подозренный мужем супружеской измены но который категорически отвергала эти подозрения приходилось для доказательства своей невиновности пройти через весьма сложную и неприятную я бы сказала унизительную процедуру тем кто пришел уже здравствуйте очень приятно что вы тут да говоря про эту процедуру да я в шаббат когда читала недельную главу и в недельной главе было очень много интересных тем но эта тема мне показалась невероятно важной и нужной для донесения не только соблюдающим людям да но и все чтобы понимали на чем вообще построена еврейская семья верность еврейского мужа те особые отношения которые наверное нет ни одного народа так вот начали с вами говорить про некой процедуре которую проходила женщина которую заподозрили супружеской измене и именно вот прохождение этой процедуры именно пройдя эту процедуру женщина могла доказать справедливость своих утверждений в том что она не виновна как это происходило в день назначенный коином коин это как мы знаем священнослужитель храме до гипотетическое изменится то есть то так кого обвиняет муж такова приревновал муж до вместе с должна была появиться в храме и принести с собой они должны были вместе принести с собой в жертву мешочек с мукой из очменя да потом это жертва который в отличие от обычной мучной жертвы в нее не добавлялось оливковое масло и сам тип этой жертвы он свидетельствовал о том что женщина подозревается в очень низком неприятном животном поступке и то что она навлекла на себя подозрение своего мужа уже само по себе считалось настолько недостойным еврейке поведением что делал священник с этим с этой мукой он смешивал ее в глиняном сосуде из с определенной водой которая была взята из храмового источника и подводил эту женщину поближе к жертвеннику обычно это происходило как вам сказала в храме то есть была собирались вместе евреи все знали что в этот с такой-то в такой-то день будет проходить эта процедура до горькой водой и вот собирался весь народ израиля то есть на глазах абсолютно у сотни а то и тысяч глаз до людей евреев которые пришли в храм начинали проводить эту процедуру то есть страшная вещь вообще что происходило коэн при всех срывал с нее головной убор вставляете то есть религиозные женщины которые вы вообще никогда не видели такого чтобы это стыдно это некрасиво это нельзя без головного убора замужней женщине ходить и тут коэн при всех снимает с нее вот этот головной убор и тут все ах ох ах какой позор какой ужас наверное женщина я не знаю что она проходила в этот момент это наверное жутко страшно жутко стыдно не дай бог никому никогда да и в этот момент коэн громко для того чтобы слышали все собравшиеся говорил если не лежал с тобой мужчина и если не совратилась ты не осквернилась ты в тайне от мужа то не повредит тебе горькая вода наводящие проклятия но если ты совратилась в тайне от мужа твоего да и осквернилась и произвел мужчина излияние семени своего с тобой то сделает всевышний тебя предметом проклятия в среде народа твоего да каким образом да написано так что всевышний сделает бедро твоя павшим и живот твоим опухшим и войдет это вода наводящие проклятие во внутренности твоей чтобы вспучить живот и опавшим сделать бедро и тут коэн сделал очень длинную такую много значительную паузу и в этот момент он давал женщине некую возможность отказаться от испытания да то есть если она отказывается от испытания она признает перед всеми свою измену и тем не менее ей не грозит смертная казнь поскольку факт измены не доказан судом она просто отойдет от жертвенника вот в том самом виде в котором она есть и покрытый головой и примет без безропотно развод от мужа да то есть таким образом она подтверждает что его подозрение правильное но если женщина соглашался она была абсолютно уверена в том что она не виновна да она соглашалась она говорила омен да и вся все присутствующие вся толпа повторяла вместе за ней тоже амен и с этого момента назад уже отступить было невозможно в этот момент коэн доставал кусочек пергамента на котором был написан отрывок торы высоко поднимал его вверх на глазах толпы и сжигал другие макурот говорят что он наоборот соскребал вот эти буковки в эту самую воду да то есть есть разные мнения как это происходило кто-то говорит что сжигал именно этот самый папирус да и вот бросал пепел в этот глиняный саду в сосуд с водой и в этот момент толпа понимала что вот сейчас произойдет это самое событие мы увидим действительно виновна или невиновна кстати говорится что это была горькая вода потому что туда еще клали травки с горьким вкусом чтобы независимо ни от чего вкус горький все равно был одна из вещей было страшно видеть как горят слова святой торы когда сжигался вот пергамент с написанными там словами следующим движением что делал коэн после вот того как бы да он бросал принесенную женщины и мужем муку на жертвенник и когда она сгорала это самая мука то он подносил сосуд вот этот глиняный сосуд где вода из источника где сгоревшие или стертые дамы два разных мнения буквы тары и смешанные вот с этим приношением который он жёг сейчас на жертвеннике и при полном молчании женщина должна была выпить до дна эту горькую воду и еще несколько минут она стояла у жертвенника если с ней ничего не происходило то это считалось окончательным доказательством ее невиновности и тогда начинался большой праздник под восторженные крики толпы коэн набрасывал на ее голову платок ура назад она стала замужней женщиной да и муж ее водил в сторону но теперь поскольку он ее обвинил в таком страшном грехе в такой страшной вещи да он должен был ей купить очень дорогой подарок в признании своей вины за эти ложные подозрения и за то что она должна была пройти такой позор мало того же за то что он заставил ее свою половинку свою часть пройти вот через этот кошмарный ритуал публичного унижения он не имел права больше с ней развестись не по какой причине до конца своей жизни кроме того считалось что женщина с честью выдерживаешь вы которая прошла это испытание вот этой горькой водой то всевышний награждает ее тем что она беременеет и беременеет мальчиком вроде бы казалось бы все очень просто хотя то есть однозначно ни одна женщина зная что есть такая процедура и не дай бог ее уличат в этом никогда не пойдет на то чтобы изменить мужу но как мы знаем к сожалению есть мы мужчины которые просто самого рождения они ревнивые куда бы их же жена не пошла чтобы она не сделала они все время думают про нее плохо до в результате не бывает такое что в том что женщина изменила или в доме нет шломба это виноват кто-то один мы понимаем что всегда виноваты тут оба надо сказать что вот вера в эту силу горькой воды храма была настолько велика что они складывалось очень много легенд по одной из такой легенд до женщина которую муж справедливо заподозрил в измене решила сохранить семью и согласилась на испытание этой водой но знаешь что она его не выдержит она поставила в храм вместо себя свою сестру двойняшку так как ее сестра была верна мужу то вода разумеется ей не повредила да тут она решила что она обманула всех кого она обманула обманула всевышнего но когда она вернулась домой сестры встретились поцеловались друг дружкой и что произошло в тот же момент на лице этой самой неверной жены проступили у нее трупные пятна и она замертво упала на пол во всяком случае во всяком случае мы знаем что о этом необычном таком способе проверки супружеской верности говорит рамбам и написано написано в туре интересно что в эпоху второго храма это испытание было уже отменено да то есть горькая вода в во втором храме перестала действовать коины объясняли что но на самом деле это касается вот то что они объясняли про второй храм это конечно касалось и к тому что было в первом храме видимо просто нравы во время первого храма были более высокие они объясняли что испытание могло выявить истину только в том случае женщины слушайте внимательно если сам супруг сам муж был чист и невиновен и никогда не изменял жене да в то время под влиянием греческих захватчиков ну и периодически такое что делать случалось в нашем народе нравы в еврейской среде резко изменились надо сказать что и в наше время сейчас тоже нравы несколько отличное от того что было во время первого храма но вот такой возможности горькой воды нет и сейчас да и в тот момент когда муж вел по отношению жне себя неправильно это испытание не работало то есть когда два человека муж и жена шли туда то есть муж изначально сам должен был быть чист как лист белой бумаги да а жена была должна хотела быть уверена что она тоже действительно ничего не совершала и поэтому ей было не страшно она знала что она получит величайшую так сказать заслугу и подарок и ребенка и уважение и так далее важно сказать что вся вот эта процедура интересная она собиралась совершалась происходило с женщиной не уличенной в супружеской неверности то есть муж приревновал или кто-то что-то сказал мы знаем что есть такая лошон гора такая вещь лошон гора кто-то очень любит говорить про других интересоваться кто что где у кого и как да с чужих слов муж мог знать что она зашла в какое-то помещение вдвоем с мужчиной или с кем-то разговаривала или даже при всех разговаривала да с мужчиной мы знаем что евреи что супружеская измена у евреев всегда считалась одним из самых тяжелых преступлений да причем не только против своего супруга но и против самого бога это очень интересная вещь на сегодняшнем уроке поскольку мне очень хочется донести аллахические да то есть законы еврейские а не только рассказать то что вокруг этого да но я просто напомню вам что мы говорим что народ израиля всевышний да это как муж и жена по этому преступление о котором мы говорим это не только против супруга но и против самого всевышнего это настолько да то есть народ который изменяет своему мужу еврейский народ как жена то есть настолько здесь есть вот прослеживается эта линия и поэтому в случае если факт измены считался однозначно доказанным то тара требовала смертной казни также как и для женщины также и для ее любовника да то есть человек мужчина который прелюбодействовал замужней женщиной да как написано что женой ближнего своего он подвергался смерти смерть забитием камнями мало того что этот закон распространялся не только на замужнюю женщину но и на девушку обрученную со своим женихом да то есть вот сейчас не торопятся делать обручение заранее многие делают обручение в тот же день как и свадьбу чтобы не дай бог не случилось ничего плохого в тот момент как девушка обручилась с молодым человеком она считается уже его половина данных хотя еще не было и хупы и поэтому не дай бог если произошла некая действие с другим мужчиной да то она считается тоже как жена которая изменила и однозначно что еврейский закон с нее требует тоже смертной казни также как за супружескую измена и этот закон одинаково абсолютно для всех независимо от положения человека если мы вспомним как пророк натан узнав о романе царя давида да царь давид это даже не роман да это царя давида замужней ботшевой он приходит напрямую к царю давиду и говорит о том что он заслушивает смертной казни и он намерен требовать для него такого в суде да если мы с вами будем говорить о практике да на практике это смертной казнь она случалась очень 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 редко до во времена и 1 2 храма потому что было во первых очень крайне были очень было мало слава богу супружеских измен во вторых по той причине что смертная казнь она утверждалась только сангедрином и только в том случае если сам факт измены был однозначно доказан то есть они были жена со своим любовником были застигнуты в момент полового акта и этому было как минимум двое свидетелей потому что почему двое потому что всегда может найтись человек который хочет оболгать да или оболгать жену в глазах мужа или оболгать другого человека практически невозможно как мы с вами понимаем представить себе ситуацию при которой за интимной близости при интимной близости два человека вместе тебя не достигают извините опять телефон да и не только они тебя поймали на этом но еще и готовы свидетельствовать об этом поэтому мы понимаем что случае смертной казни были очень очень редки если мы говорим про наше время то понятно что для факта супружеской измены необходимо в равенадских судах свидетельства многие люди которые мужчины которые не хотят платить к тубу и хотят развестись женой часто нанимают сыщиков которые там бегают снимают какие-то фильмы это не помогает потому что нужно два живых свидетеля конкретно видевшие что действительно произошел акт этой самой измены это то что касается измены жены мужу теперь я хочу с вами поговорить рассмотреть вопрос каково евреи отношение еврейской традиции к измене со стороны мужа да а то как бы к жене претензий что же с мужем а ну по большому счету ответ на этот вопрос уже я вам дала когда вам рассказывала о горькой воде измена мужа осуждается в не меньшей степени чем измена жены поэтому коэн во времена первого крама предупреждал супруга если он сам не хранил верность той которая посвящена ему по закону муж и да то испытание горькой воды бессмысленно что происходит если жена уличает мужа в измене и она также как и он вправе требовать от него немедленно дать развод в ходе которого она может получить естественно существенные имущественные преимущества мужчина который сожительствовал с чужой женой до вопрос с кем он не изменял этой своей жене если он сожительствовал с чужой женой он считается прелюбодеем да и ему полагается смертной казни если значит ее мужу плакает и смертной кай значит все имущество остается только мужчина который изменял своей жене не обязательно с чужой женой а с какой-то просто женщиной да было принято изгонять его из общины кроме того по отношению к риму было принято применять различные финансовые санкции и тут может быть может такой вопрос как бы в нашей истории мы же видели что там у кого-то была одна жена у кого-то было движим наших праотцов там да у якова вообще можно сказать 4 то есть какова ситуации вот как бы с тем что было разрешено раньше брать несколько жен или иметь несколько наложниц ведь тура как бы запрещает мужчинам не не запрещает не запрещает не запрещает не запрещает мужчинам полигами вроде бы то тем не менее тысячи около тысячи лет чуть больше чем тысячу лет назад один из самых больших виднейших раввинских авторитетов рабейну гершом да он издал ряд постановлений которые были приняты все ашкиназской общине а со временем и большей части сифардской да и вот два из этих постановления были направлены на некое такое выравнивание положение женщины то есть возник запрет иметь более одной жены и нельзя было развестись женой без ее согласия я хочу сказать что все вот о чем мы говорим с вами не касалось евреев йемена поскольку они ушли в изгнание еще до этого и поэтому буквально там еще в последние годы у них действительно было там по 2 и даже больше жен значит постановление рабейну гершему должны были дать мужчинам стимул оформлять развод женой с которой они уже не живут да то же без этого развода у них не было никакой возможности жениться повторно если до постановления рабейну гершему он мог взять одну жену после этого взять вторую жену а может быть даже и третью до взять себе наложницу теперь после этого запрета такой возможности нет тем не менее и в наши времена иногда мужчина оказывается в невероятно сложном положении дело в том что заповедь плодится и размножаться она лежит на мужчине и он обязан его выполнять поэтому если у него нет детей и его жена по каким-то показаниям не может больна или даже не желает иметь детей да и при этом не хочет принять от него разводное письмо у нее нет она не может родить детей она уже не в детородном возрасте а у мужа нет детей и он обязан привести в этот мир ребенка то тут может рассматривать есть некое такое правило да правило которое называется суд 100 до разрешение от 100 раввинов до разрешение от 100 раввинов взять вторую жену я хочу быстренько сказать карт коротко как бы ситуации когда действительно вот есть возможность прибегнуть к этому разрешению от 100 раввинов да то есть это если еврейский закон обязывает мужа развестись но жена отказывается принять гетт да допустим как я только что говорила в случае ее измена она не хочет от него принимать гетт и он не может с ней развестись он обязан ей дать этот гетт она не хочет его принимать такое тоже бывает и муж оказывается в ситуации что с одной стороны он не может жить с этой женщиной а с другой стороны не может эти гетт поэтому тут разрешается раба ним да раба ним все это делается понятно через еврейский суд разрешается взять вторую жену также варианте что если жена бросила мужа уехала жить куда-то далеко и отказывается сбежала грубо говоря нет возможности дать ей гетт она отказывается его принять потому что гетт как мы знаем мужчина должен передать буквально вот из руки в рук жене или с посланником но тем не менее из руки в рук до жена исчезла нет никакой возможности получить информацию о ее местонахождении и тогда только через суд можно соответственно это оформить если жена не может принять гетт в силу своего психического состояния есть страшная вещь если муж или жена психически неполноценно невозможно практически с ними развести развестись если жена находится в необратимой коми из-за болезни или травмы да вот в двух последних случаях муж по постановлению суда может взять и вторую жену при условии что он будет обеспечивать свою бывшую больную жену да то есть не бывшего еще имеющуюся его больную жену про это я думаю надеюсь что более-менее понятно я до рассказала есть еще у нас такой закон когда взятие наложницы может быть разрешено в наше время очень интересная такая ситуация представьте себе некая женщина была замужем после этого она развелась и вышла замуж за другого мужчина еврейский закон говорит что если женщина развелась со своим мужем и вышла замуж за другого мужчина нет никакой вероятности никакой возможности что она может второй раз выйти замуж за своего первого мужа но что-то в жизни такое случилось и она или развелась со вторым мужем или он умер до по закону тары первый муж не может на ней жениться но у евреев всегда есть некие лазеечки и у него есть возможность взять свою первую жену в качестве кого полигеш наложницы да так как запрет тары распространяется на брак с ктубой и кедушин но не на отношения полигеш то есть вот наложницы опять же то что я вам говорю это все то что я вычитала из наших еврейских источников когда не дай бог если придет такая беда и нужно будет решать этот вопрос конечно это надо делать только с раввином и не полагаться только на мои слова да я захочу закончить урок наверно некими печальными такими историями семей мамзаров надо сказать на самом деле у меня еще есть огромное количество информации но вместить в один урок все это просто невозможное рассмотреть все случаи невозможно у вас будут вопросы пишите и может быть на следующих уроках мы это сделаем а сейчас я расскажу вам некую такую печальную историю двух семей мамзаров до корни которые уходят во времена холокоста так случилось что в эти тяжелые страшные годы судьба развела мужа и жену по разным концлагерям в результате каждый из них стала считать своего супруга погибшим они не смогли найти информацию о жизни своих половинок и после окончания второй мировой войны оба они ничего не зная о друг друге да не зная о мужа жене жена мужа они создали новые семьи семьи и у обоих у них родились дети и случилось так что про и уже прошло очень много времени и они переехали жить в израиль и как-то на тель-авивском пляже они просто столкнулись друг с другом и тут поняв что им необходимо срочно развестись они нашли свою любимую жену нашел любимую жена нашла любимого мужа они встретились это 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 что-то невероятное и они побежали в рыбануть узнавать что делать а в рыбануть им сказали что дети которые у них родились снова в браках они считаются мамзерами так как до развода да они считались мужем и женой и женой их дети от второго брака это плод супружеской измены невероятно тяжелая ситуация которую совершенно непонятно как можно исправить и вот еще одна история которая хочу рассказать про некого выходца из марокко в начале 50-х годов того века он еще будучи совсем молодым человеком из сделала ли ее из марокко в израил в израиль его молодая жена не захотела поехать вместе с ним да и уехала в америку проходит очень много лет соответственно нет он не мог едать найти он ее не мог но в израиль приезжает вся семья его бывшей жены и они встречаются вся семья он встречает он им помогает и в этот момент он увидел младшую сестру своей бывшей жены и на правах родственника он начал ей помогать и устраиваться это понятно да и в результате их общение привело к тому что между ними возникла любовь они поженились в рыбануть и нет никаких документов от того что у него где-то где-то была там еще когда-то жена в марокко они поженились у них родились дети но в какой-то момент мама вот это его двух жен и пошла в рыбануть и сообщила что старшая дочь она жива и здорово и с этого момента все потомство вот этой новой семьи было объявлена мамзерами с тем на том основании что был нарушен закон тары запрещающий мужчине жениться на сестре его первой жены пока она жива вот такие непростые еврейские законы что я могу вам сказать каждый из нас пусть старается сделать свою жизнь максимально чистый честный правильный и быть понимать что мы народ тары у нас есть особое предназначение и постараться нести и его так как надо и когда работаешь когда ты любишь свою жену когда ты вкладываешь не когда муж вкладывает в жену то это не просто не тяжело это очень приятно это замечательная чудесная работа работайте на ней всего хорошего это не только что вы 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 это не только что вы